Данная анимация не является каноном. Это фантазия на тему, что если бы клоны не переместились обратно в карточный мир, а остались бы с Фёдором. Для тех, кто не в теме, оригинальный комикс по ссылке в описании. Читается минут за 15. Нет! Нет! Нееет! Что за головная боль? Создатель! Зачем я вообще в это ввязался? Что такое, Создатель? Тебе плохо? Скажи, тебе плохо? Ты прилёг потому, что тебе плохо? Тебе совсем плохо? Паническая атака. Что я могу сделать, чтобы тебе стало ещё хуже? А если бы у тебя была девушка, ты бы смог прилечь вместе с ней. Ребята! Вместо того, чтобы травмировать Фёдора, мы должны быть ему благодарны. За что? За то, что он создал нас обречёнными на существование в качестве его марионеток, большую часть времени запертыми в виртуальной тюрьме и впоследствии уничтоженными! Или забытыми по ненадобности. В любом случае, мы здесь и мы свободны! Потому что я угрожал его жизни! Не важно почему! Мы здесь и мы должны помочь ему свыкнуться с новой реальностью! Федь, тебе нужно отоспаться! Давайте расскажем ему сказку, чтобы он сладко уснул и на утро всё обдумал! А какую сказку? Нет, сказок лучше тех, что создаёт сама жизнь! Смотри, что нашёл, подойдёт? Нет, настоящую сказку! Скажем, эээ... Давай про любовь! Давай про любовь! Красная шапочка! Красная? Валяйте! Только если после этого вы оставите меня в покое! Ура, 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 ура! Итак, жила-была маленькая девочка! Мать любила её без памяти, а бабушка ещё больше! Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку! С тех пор девочка всюду в ней ходила, и соседи про неё так и говорили! Смотрите, она из семьи простолюдинов и не носит больше одного предмета одежды! Вару! Что? Суровое средневековье! Не носит больше одного предмета одежды? То есть ничего, кроме самой шапочки, на ней не было? Ромео! Данте, спасай, я с ними не справляюсь! Оу, взрослые иногда нуждаются в сказке даже больше, чем дети! Как-то раз напекла мама пирожков! Человек выше сытости, но лишь тогда, когда он сыт! Сложила пирожки в корзинку и попросила дочку отнести их бабушке! Нет слов таких, чтобы выразить сполна, что значит мать и что для нас она! Данте, я прости, что перебиваю, ты не пойми меня неправильно, я не против твоих цитат и фразочек, особенно когда они к месту! Но не мог бы ты слегка разбавить свои мудрые зречения, ну, например, сказкой, которую надо рассказывать? Я понимаю, но не понимаю, что есть что! Опасный путь не самый плохой путь! Ну вот опять? Сказала мама шапочки, посылая ее в лес! Выкрутился! Можно я попробую дальше? Валей! Шапочка, увидев на горизонте глухую и темную чащу леса, вернулась домой и объяснила маме, что безопаснее и быстрее будет доставить пирожки курьером! Или вызвать бабушки такси, чтобы они пообедали дружной семьей! А мама согласилась! Конец! Что-то мне подсказывает, что в оригинале было по-другому, но, допустим, конец! Но какая здесь мораль? Что маленьким девочкам не место в лесу! Окей, но если она все-таки пойдет в лес? Из исходного пункта А в пункт Б, местоположение старшего члена семьи, она дойдет без каких-либо накладок и происшествий, и продовольственные запасы также не пострадают и будут доставлены вовремя! А как же та часть с говорящим волком и все такое? Волком? Там был волк? Невозможно! Волк, конец люпус, как биологический вид, не способен устанавливать вербальный контакт с человеком, так как не обладает высшей нервной деятельностью! В случае же возможного столкновения с ним безоружного человека в условиях дикой природы, летальный исход неизбежен! Окей, но если она все-таки встретит волка? Эээ... Говорящего волка! Хм-хм, ты хочешь волка? Все хотят волка! Ну и куда держит путь столь привлекательная особа? Раздался елейный голос соблазнителя! Да вот, корзинку несу бабушке! Робка ответила наша героиня! Могу ли я отведать твои горячие пирожки? Эй, куда это ты свой большой нос съешь, волк? А знаешь, снуть я могу не только свой большой нос, милая шапочка. У меня есть еще кое-что... Большой... Ромео! Ромео! Прекращай рушить историю! Ты можешь убить меня, но не пылкую страсть в шапочке и волка. А дозмором и устал хури? И в общем, волк и ответил. Я вежливый и порядочный волк, поэтому я не стану больше тебя задерживать. А маленьким девочкам, кстати, в лесу делать нечего. И он пошел к бабушке. Есть ее! Беспардонно вломился в дом и вырубил старую женщину. Соспим начал раздирать ее плоть, прокусил череп, мягкие ткани, вырубил сердце. И начал откладывать квайсти, лыжи кроме запланили. Вару хватит! Враг совершил тактическую диверсию. Он пробрался на территорию и принял облик бабушки, ожидая, что исходом его операции будет съедение самой красной шапочки. Уже скоро она пришла и постучалась в дверь. Кто там? Спросил волк. Голос у него был грубым и хриплым. Красная шапочка испугалась и про себя подумала. Алла Борисовна? Нет! Подумала, что бабушка простудилась. Дерни за веревочку, дитя мое! Двери откроются! Красная шапочка вошла и снова испугалась. На лице бабушки было гораздо больше морщин и волос, чем раньше. Ну а что ты хотел? Годы ее не пожалели. Женщина прекрасна в любом возрасте. И красная шапочка такая, ты точно моя бабушка? А ты точно моя внучка? И правда, может, волк это я? Но если я твоя бабушка и ты волк, то я тоже волк! Но если волк в конце умирает, то как нарратив истории может вестись от его лица? Может, мы обе красные шапочки? И тот, кто написал сказку, выходит, и есть шапочка? Или тот, кто ей сейчас рассказывает. Но что если я не шапочка, а волк в ее маске, а ты шапочка, и я рассказываю тебе сказку, чтобы затем съесть? Сказку, где красная шапочка побеждает, которую я только что придумал, чтобы расслабить тебя перед смертью, вселив ложное чувство безопасности, и тогда... Тогда волк набросился на шапочку и проглотил ее. К счастью, в то время мимо проходил добрый дровосек. Дровосекеса, вообще-то! Он услышал шум, вбежал в домик, распорол брюхо волка, оттуда вышла красная шапочка, а за ней бабушка. Обе целые невредимые. Хм, меня удивляет, что из всех клонов самый вменяемый пересказ получился именно у Пика. Это чтобы ты крепче спал. Субтитры сделал DimaTorzok